Здравствуйте! В эфире новости Ютуба. По последним данным на Ютубе творится что-то странное. Большое количество авторов заметило сильное падение статистики. Пара смотров и лайков стало меньше. Прирост аудитории замедлился или остановился вовсе. На некоторых каналах наблюдается, как это сейчас принято говорить, отрицательный рост. А причиной всему новые алгоритмы Ютуба, о которых мы вам сегодня и расскажем. Не переключайтесь. Ориентировочно. Где-то во второй половине января Ютуб снова поменял свои алгоритмы, и это затронуло всех авторов от мала до велика. Но больше всего досталось игровым каналам в связи с их спецификой. Новые алгоритмы их просто убивают. Давайте посмотрим на реакцию одного из так называемых контент-мейкеров — нападение статистики его канала. Ужасно, не правда ли? Но его можно понять, ведь у многих с Ютубом связана жизнь. Они долгие годы собирали аудиторию, выстраивали комьюнити, а теперь их лишают возможности развития. Справедливо ли это? Не думаю. Что будет дальше? Никто не знает. Остается только надеяться и справиться. Бля, ладно, я заебался, короче говоря. Давайте нормально поговорим. Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт. Смех смехом, скетчи скетчами, но на самом деле нам надо очень серьезно поговорить, потому что намечается, так сказать, не очень хорошие времена. На самом деле, они уже давно наступили на Ютубе, как я сказал, где-то с второй половины января. Я заметил падение статистики на своем канале очень сильно, процентов где-то на 30 лайков и просмотров, и количество подписок уменьшилось очень сильно, и я не понимал, в чем дело. Думал сначала, что это постновогодняя какая-то проблема. Знаете, когда люди возвращаются на работу и меньше времени уделяют Ютубу, меньше смотрят стримы, меньше смотрят видосики, и, в принципе, ну такая вот херня. Бывает иногда такое на Ютубе. Я какое-то время просто мирился с этим, печалился, но потом я заметил прям очень сильную просадочку по просмотрам, и я начал палить ситуацию на Ютубе в целом, да, я начал смотреть, что происходит у других ютуберов, других стримеров, других блогеров, и, собственно, заметил, что абсолютно везде, абсолютно каждый канал, неважно какой он большой, маленький, он немножечко по просмотрам просел. Оттуда у меня, в принципе, начали закладываться такие подозрения, что что-то там Ютуб опять надел, опять у него какая-то смена алгоритмов, но, конечно же, никаких официальных заявлений от Ютуба по этому поводу никогда не бывает. И вот тут я, значит, на днях посмотрел видео такого человека на Ютубе «Полезный бес» или «Бесполезный», многие его, наверное, знают, у него же 100 тысяч подписчиков, где он, в принципе, основываясь на своих же умозаключениях, основываясь на ответах от техподдержки, сделал определенные выводы, что же происходит все-таки на нашей любимой площадке. Ничего хорошего не происходит, спойлер, да, все очень плохо, особенно это касается игровых каналах, игровым каналам вообще конец. Если вы хотите более подробно это все узнать, я ссылочку на это видео оставлю в описании, здесь я изложу вкратце, что происходит и что же нам делать. Раньше, чтобы видео или стримы твои продвигались, важна была активность аудитории, да, и отклик, например, там человек зашел, написал там в чатик, написал комментарий, оставил лайк, и это расценивалось Ютубом как знак того, что контент годный, интересный, и, в принципе, это логично, да, если человек на него реагирует, это значит, что он как-то заинтересовался в этом контенте, он вызвал какие-то чувства у него, да, какие-то эмоции, что он на что-то отреагировал, что-то где-то написал, лайк поставил или дизлайк, не важно вообще. Но теперь на продвижение твоего канала, на его успешность влияет такой странный параметр, который очень сложно определить на самом деле, интерес к твоему каналу, к твоему контенту. Я сам до конца не разобрался, как это работает, но представляю это примерно так. Человек не заходит на твой канал, значит, твой канал говно. Соответственно, есть у меня на канале, например, 13 700 подписчиков, из которых на стримы заходит, ну, допустим, 2000 человек. Ютуб думает, что что-то это как-то мало, наверное, мой канал не очень интересный. Он перестает слать уведомления большого количества тех людей, которые раньше приходили по уведомлению, потому что они считают, что мой канал неинтересный. Из-за этого на мой канал заходит меньше народу и смотрят мои стримы меньше народу, поэтому значит, что мой канал еще менее интересный. И вот такая вот у нас геометрическая прогрессия сосания по статистике на Ютубе получается. Здесь довольно-таки важную часть играет вот эта мертвая аудитория, которая хрен знает, когда там подписались на какое-нибудь одно видео, ты больше ничего подобного не делал, они больше не заходят, не смотрят, их Ютуб при этом не отписывает. Он отписывает, блядь, аудиторию, которая активная, которая ходит на стримы, он отписывает платных подписчиков, но вот этих вот неактивных ребят он отписывать не хочет. В итоге у тебя большое количество мертвых людей на канале, которые не смотрят твой канал, значит твой канал неинтересный, значит и активной аудитории не нужно получать информацию о том, что у тебя там начался стрим или вышел какое-то видео. Плюс еще, конечно же, пресловутая желтая монетизация, которую лично я получаю на все вообще стримы, на все видео, потому что у меня испорченный имидж канала, да, доверие от Ютуба. Раньше я очень много выпускал видосы, где я там матерился, из-за этого получал желтую монетку. Ютуб пришел, что мой канал производит контент, который всем все портит, и все видео, которые выходят у меня, абсолютно все получают желтую монетку. И хоть Ютуб заявлял, что желтая монетизация абсолютно никак не влияет на ранжирование видео, абсолютно любой блогер или стример скажет вам, что это неправда. Я не понимаю, зачем Ютуб обманывает, потому что у нас есть доступ к статистике, мы можем все спокойно посмотреть и сделать выводы. Это не значит, что видео или стримы с желтой монетизацией вообще никто не видит, никак их найти невозможно. Но то, что рекомендации урезаются, это факт, доказано уже в 7-10 тысяч раз просто на Ютубе. При этом вылечить это, в принципе, можно, да. Тот же бесполезный рассказал, как нужно загружать видео с нарушениями обязательно и оценивать, там теперь есть система оценки такая, да, где ты сам оцениваешь видео, подходит ли оно под монетизацию. Так вот, его надо оценить как видео с ограниченной монетизацией, да, с ограниченной рекламой. И если ты прав, если ты молодец, если ты правильно оценил, он повышает рейтинг доверия к тебе. У меня этот рейтинг сейчас очень низкий, я буду его, наверное, таким способом поднимать. Но не суть важна, важно, на самом деле, немножко другое. Важно то, что на Ютубе не котируется какой-либо контент, который ему не нравится, да. То есть, если я делаю, там, видео с большим количеством мата, там, эмоций моих чистых, да, вот так я выражаю эмоции, ну, матерюсь. Нельзя больше, подобный уровень самовыражения на Ютубе недопустим. Соответственно, то же самое касается всяких, там, спорных тем, каких-нибудь трешовых игр, где, там, куча крови, это все тоже будет получать желтую монетизацию. В итоге надо делать только что-то добренькое, хорошенькое, замечательное, тогда, может, Ютуб нас будет любить, и то, на самом деле, не факт. Если вы посмотрите, вы поймете, что большинство успешных каналов, это именно детский контент. Соответственно, надо делать либо детский контент, контент такой для детей, который дети будут смотреть, им ничего не будет, им будет классно, весело, замечательно, они будут по сто раз пересматривать. А люди, которые, знаете, там, учатся, работают, которые не всегда могут время Ютубу уделять, для которых это так, знаете, включить, там, что-нибудь покушать или вечерком отдохнуть вместо телевизора, у них тупо меньше свободного времени, чтобы уделять его Ютубу. Соответственно, если ты пилишь контент на более взрослую аудиторию, ты начинаешь сосать писюны. Единственное, что может вытащить канал из жопы, это, собственно говоря, активная аудитория, которая будет приходить на стримы, показывать, что канал им интересен, что они заходят там на видео, оставляют комментарии, лайкают, и самый главный показатель теперь это смотрят. Теперь работает то, насколько долго ты сидишь на этом канале и смотришь именно это видео. То есть, допустим, выходит видео на 2 часа, кто-то посмотрел из него 20 минут и выключил. Это не так много в процентном соотношении, но кто-то выпускает видео на 15 минут, человек смотрит это видео полностью, и Ютуб это уже не впечатляет. Не учитывается совершенно качество контента. Учитывается только удержание, вот эта вот продолжительность удержания юзера на платформе. Ну и в итоге, как бы, фишка такая, что активная аудитория начинает потихонечку, помаленечку уменьшаться. Особенно это касается игровых каналов, потому что, ну, понятное дело, что вышла какая-то игра, люди там первый стрим или летсплей по ней посмотрят, второй уже не так интересно посмотрит. Меньше Ютуб решит, ну, значит, говно ты делаешь, сраная, да? На следующий ролик еще меньше придет, еще меньше, еще меньше, и вот такая геометрическая прогрессия, где ты просто все глубже и глубже садишься на бутылку. Именно это сейчас происходит с большим количеством каналов, в том числе крупных каналов. Абсолютно у всех моих знакомых стримеров и Ютуберов упала статистика. Очень сильно и продолжает падать. Как отсюда вылезать, никто не знает. Активная аудитория, которая должна спасать, по идее, канал от того, чтобы он скатывался в яму, не видит о том, что начинаются стримы и что выходит видео. Как они будут вытаскивать тебя, непонятно. И вот сам главный вопрос, можно ли тут что-то сделать. На самом деле, чтобы разбудить ту аудиторию, которая уже мертва, которая уже не знает о том, что у меня на канале что-то происходит, я уже не смогу никак. Но вас, тех людей, которые сейчас смотрят это видео, которые вдруг каким-то чудом его увидели, это очень здорово на самом деле. Я понять не имею, сколько у этого видоса будет просмотров. Вот вас можно еще как-то оставить на этом канале. Но, ребята, имейте в виду, мне кажется, мне кажется реально, что со временем уведомления и информации о том, что у меня что-то вышло или начался стрим, будет все меньше и меньше, если вам сейчас приходят уведомления. Это не значит, что они будут приходить вам в будущем. Поэтому, ребята, у меня есть к вам несколько важных очень просьб. Первое. Запомните, у нас есть что-то типа расписания. То есть по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям я всегда стримлю вечером по Москве в 21.00, иногда в 20.00. В субботу я обычно выпускаю какой-то видосик часа в три дня. В понедельник и среду у меня дневные стримы, либо в три, либо в шесть вечера. Все время по Москве, естественно. Конечно же, у меня иногда бывают отклонения от моего стандартного расписания. О них я сообщаю в своих социальных сетях. Поэтому обязательно подпишитесь на все социальные сети, если вы не хотите пропускать выход контента. Группа ВКонтактики, Инстаграм, Дискорд-сервер. Я везде оповещаю о том, что я запланировал стрим на такое-то время. Или я пишу, что стрима сегодня не будет. И, собственно, когда начинается стрим, я тоже высылаю уведомления. Плюс я сделал, наконец, Телеграм-канал, который выполняет ту же самую функцию оповещения. Плюс я туда почву мематики, плюс я туда кидаю какие-то интересные мне новости. Поэтому, ребята, обязательно подпишитесь на Телеграм-канал. Он новый, там всего 30 человек сейчас. Это очень мало, я очень грущу. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылочка на все это добро есть в описании. Кроме того, у нас есть рассылка от группы ВКонтакте, которая присылает вам уведомления о том, что стрим начался. Прямо в личные сообщения. Ссылочка на нее тоже будет в описании. Кроме того, вы можете заходить на канал и смотреть, проверять, вышло что-то новое или не вышло что-то новое. Я понимаю, что это слишком много кликов. Надо меня там вбить в поиск. Или там найти мой канал в подписках. Нажать, зайти на страницу, посмотреть, что там. Но если вы будете так делать, я буду вам очень сильно благодарен. Но опять же, если будете подписаны во все соцсети, особенно в Телеграм, вы тогда точно ничего не пропустите. Будет выходить что-то новое. Я обязательно буду туда поиск. Следующая просьба. Если канал вам вообще не интересен, вы не хотите смотреть стримы, вы не ждете выхода видео или ждете выхода видео какой-то только одной игры или стримы только по одной игре, я прошу вас отписаться от моего канала, потому что, скорее всего, я не оправдаю ваших ожиданий, а вы будете висеть мертвым грузом у меня на канале, и YouTube вам все равно не пришлет уведомления о том, что у меня вышло что-то именно по той игре, которую вы ждали. Вы можете смело отписаться. Я вам буду только благодарен, правда. И есть еще одна просьба, которая не факт, что вообще может нам хоть как-то помочь. Вы можете попробовать переподписаться на канал и нажать на колокольчик и поставить все уведомления. Потому что некоторые люди просто подписываются, ставят уведомления, просто кликают один раз, и все. И тогда вы получаете уведомления только по интересам. А я точно знаю, что некоторые люди, которые нажали на все уведомления, получают уведомления далеко не все. Уж только по интересам, наверное, приходят вообще там с гульки нос. Сразу скажу, что я сдаваться, собственно, не собираюсь. Я буду продолжать стримить, я буду продолжать пилить видео, и, конечно, мне будет грустно от падения статистики, но я буду стараться хоть как-то там набирать подписчиков. Я буду использовать рекламу, я уже это делаю, в принципе, да, через Google Adsense. Мне кажется, что никакого другого способа набора новой аудитории на YouTube сейчас для маленьких каналов не существует. Не вижу, поэтому, ничего постыдного в том, чтобы платить за то, чтобы хоть кто-то смотрел мои видео, и люди, в принципе, смотрят, и они подписываются, значит, им нравится. Они ставят лайки, некоторые ставят дизлайки, это абсолютно нормально, это то, как YouTube работает. Возможно, это хитрый план YouTube, чтобы зарабатывать больше денег на рекламе, я не знаю. Если вдруг кто-то недавно подписался с рекламы, или там пришел с TikTok, и, кстати, говорят, да, у меня теперь есть TikTok, ребята, и это как раз тоже связано с тем, что очень сложно набирать новую аудиторию, и я почту туда просто там кобы, отрывки там со стримов заливаю, да, и, в принципе, люди лайкают, люди подписываются, люди тоже смотрят. Может быть, кто-то из них переходит на YouTube, это тоже было бы замечательно. Ну и буду придумывать новые виды контента, там пытаться что-то новое пробовать, я понял, что игровые видео уже практически не заходят, поэтому основная часть именно игрового контента будет у нас на стримах. Я все равно буду, наверное, записывать, например, VR-видосы, или, может быть, какие-то игры, которые действительно мне очень понравились, или я буду записывать какие-то подкасты, как я делал по Киберпанку. Может быть, даже обзоры я буду пилить, если мне будут присылать заранее игры. То есть игровой контент никуда не денется, я не собираюсь от него далеко уходить, но я буду его разбавлять каким-то лайвовым контентом, подкастами, не этими подкастами там на 2-3 часа, а просто разговорными видео. Просто какими-нибудь угарными видосиками там со скетчами и так далее. Короче, я буду ебашить дальше, как ебашил, и стараться развиваться, стараться улучшать качество контента. Хочу от себя добавить, ребята, большое спасибо за то, что вы остаетесь со мной, всем тем, кто посмотрел это видео, вам прям жесткий респект, сейчас времена тяжелые, я очень сильно вам, правда, благодарен, буду также благодарен, если вы будете приглашать новых людей и подписаться на канал, там делиться видосиками или стримами, которые вам понравились. Как я уже говорил выше, вы единственные, кто меня может вытащить из жопы, потому что активная аудитория спасает мой канал от полнейшей просто смерти и забвения, и только вы влияете на то, что еще кто-то получает уведомления вообще. Вот такое вот грустное видео, начал я его весело, потом у нас был серьезный разговор, да, большое спасибо, что выслушали, ребята, еще раз прошу вас сделать все, о чем я просил, да, это там, чекайте канал, вышло, не вышло, что-то прямо на самом канале, подписаться на все соцсети, ссылочки на которые будут в описании, подписаться, если вам не интересен мой канал, ну и переподписаться, если вы хотите обнулить показатель интереса, который YouTube там себе выдумал. Мне очень жаль, что за все это отвечают алгоритмы YouTube, которые часто работают совершенно неправильно, и они сломаны обычно. Я просто буду надеяться, что YouTube как-то посмотрит, что везде упали просмотры, меньше стало показываться рекламы, поймет, что это была херовая идея, уволит того, кто это придумал, трахнет его напоследок в анус огромным деревянным членом, и мы с вами вернемся в счастливое прошлое, когда все было на YouTube еще более-менее нормально. Но, если честно, я сомневаюсь, что так произойдет. Вот такие вот дела. Ребята, большое спасибо еще раз, что вы слушали, респект и жесткий, подписывайтесь везде, где только можно, не пропадайте, приходите на стримы, заглядывайте на видосики, всех, кто досмотрел до конца, обнимаю, жестко респектую. А на сегодня это все. С вами был Марадир 120 гигабайт, до новых встреч.